Первый шаг к созданию необычного парка-музея под открытым небом сделан в Иркутске. В минувшие выходные волонтеры и специалисты ботанического сада приводили в порядок территорию, на которой вскоре можно будет погрузиться в изучение традиционных ремесел. Какой экспонат станет сердцем парка, узнаете прямо сейчас. Бензопила — лучший друг художника по дереву. Она поможет превратить это бесформенное бревно в мельника. И выбор персонажа скульптуры совсем не случайный. Ведь на территории ботанического сада в Иркутске возводят ремесленный парк. В скором времени здесь будут проводить мастер-классы, семинары и тематические выставки. А центральным экспонатом и сердцем музея под открытым небом станет единственная в регионе восстановленная водяная мельница возрастом более ста лет. Этот проект возник уже пару лет назад. И мы постепенно его реализовываем разными этапами. То есть задача первого этапа стоит в реставрации старого мельничного колеса, которое привезено к нам сюда на площадку из Ольхонского района. То есть это было спасение просто старой мельницы, которая там уже пришла полностью в негодность. Спасением и сохранением мельницы долгое время занимался известный иркутский общественник Сергей Перевозников. Он самостоятельно перевез конструкцию из Ольхонского района сначала в Бугульдейку, а теперь передал в дар организаторам ремесленного парка. Специалистам пришлось придумывать целую технологию для восстановления мельницы, ведь задача стоит сложная, буквально срастить кусочки рассыпавшегося дерева. Сейчас этими работами занимаются профессионалы и студенты Иркутского техникума архитектуры и строительства. В ремесленный парк же мельница переедет лишь осенью, а пока эту территорию приводят в порядок. Проект Ольхонского для города Иркутска, для Иркутской области направлен на восстановление изначально мельницы, это будет базовый объект. И потом будут созданы несколько направлений по ремесленному делу, то есть это сохранение традиций наших предков и передача мастерства от старшего поколения к младшему. Рядом с главным историческим объектом расположен демонстрационный участок с растущими хлебными злаками, и этим дело не ограничится. В перспективе в парке планируют поставить кузницу, пекарню, гончарную, ткацкую и столярные мастерские. Более того, на их базе могут организовать профильное обучение в формате начального профессионального образования. И возможно именно этот проект поспособствует возрождению традиционных для нашего региона ремесел. Павел Жолдев, новости по будням. Продолжение следует...